Удивительный рядом реклама на серебряном дожде. Ну это да, это прекрасный список, он был, по-моему, гораздо больше. Этот список вообще длиннее был, я не знаю, насколько он реальный. Добрый вечер, дорогие друзья. В воскресенье вечера, это значит, мы начинаем нашу йогу для мозгов. У нас сегодня в гостях, можно сказать, претенденты в мозго-йоге. Это Татьяна Геваркина. Здравствуйте, Танечка. Здравствуйте. Татьяна у нас телеведущая культуры, да? Телеканала Культура. Телеканала Культура. И журналист еще. Так получается. А вы тележурналист? Можно сказать, что вы тележурналист? Есть такое вообще тележурналист? Я бы сказала, что нет, я телеведущая, а что касается журналистики, то это скорее в печатных изданиях. Ага, потому что так часто слышишь тележурналист, или думаешь, что это такое вообще тележурналист? Тележурналист, это все-таки есть, мне кажется, что есть две профессии. Есть телеведущий и есть тележурналист. Тележурналист это тот, который готовит для телеведущего что-то? Нет, тележурналист это скорее более такая глубокая и интересная профессия, которая включает в себя еще и некий сбор информации, аналитику и так далее. То, что у нас зачастую на телевидении запрещено. Супер. А мужской голос, который вы только что услышали, принадлежит знаменитейшему актеру, можно сказать, лицедею. Красивое слово. Конечно, красивое. Лицедей. Валерию Гаркальну. Здрасте, Валерий. Здрасте. Кроме того, что вы актер, вы еще и профессор, вы преподаете в ГИТС, и, насколько я выяснил, тут не так давно. Нравится преподавать? Нравится преподавать? Очень. Слушайте, интересно, а вот когда ваши студенты появляются где-нибудь в театре или в кино, вопрос, который я давно хотел задать профессору, какому-нибудь преподавателю. Вот вы видите себя там? Вот этому я его научил. Нет, нет, я этого не вижу, конечно. Просто никто же не знает себя со стороны, но многие говорят, что многие мои ученики очень часто напоминают им меня. Супер. Итак, мы будем заниматься йогой для мозгов. Я буду задать вам вопросы. У вас будет пять минут, чтобы на них ответить. Для того, чтобы на них ответить, вы будете задавать, если хотите, конечно, вопросы, наводящие мне. Если мы будем заходить в тупик, я буду вам подсказывать что-то, и в результате за пять минут мы должны добраться. До чего-то или не добраться. Если мы доберемся, будут звучать фанфары, я думаю, что они будут звучать. Если не доберемся, ой, такой, знаете, грустный будет звук. А шиповадку можно просить? Танечка, вы можете у меня попросить все, что угодно. Без стимуляции мозговой деятельности. Да. Значит, что же касается наших слушателей, то вы можете присылать свои варианты ответов на наш смс-портал плюс 7903-797-6333. Также вы можете присылать свои каверзные интересные вопросы, которые я с удовольствием, если они будут хорошие, в следующий раз предложу нашим следующим мозгоёгам. silversobaka.sivler.ru Ну вот, вы можете нас не только слушать, но и смотреть на сайте silver.ru. Прямая трансляция из студии. Итак... Вопрос первый. Ну, поскольку тут собрались, в общем, культурно-театральные люди, и первый вопрос довольно лёгкий, кстати, но симпатичный будет тоже такой культурно-театральный. В 20-30-40-х годах, скорее, наверное, всё-таки 30-40-х годах были такие американские комики потрясающие, братья Макс. Их было четыре брата, один такой, самый главный, такой с большими усами, они веселили всю Америку. Потом где-то в 50-х годах, в 60-х они сошли на нет. И вот знаменитый Гроучо, или там Груша, как его многие называют, Маркс, скончался уже в середине 70-х, почти ему было 90 лет. Его, как называется, его агент, который тоже бруклинский, кстати, который был старше его на два года, постоянно доканывал своего, как бы, кумира, потому что он замечательно к нему относился, и был всю жизнь его агентом. Наверное, в детстве подписали соглашение и говорил, послушай, но что ты мне оставишь в завещании? И этот Гроучо Маркс, который веселил всю пульку, он сказал, я тебе оставлю вот это. Что? Ну, это, наверное, какая-то интеллектуальная ценность была. Я бы не сказал. Это не материальная? Нет, можно сказать материальная, но она была настолько смешная, настолько не могла быть материальной в результате, хотя, в общем, материальная. Полный провал. Агент, смотрите, он был агент, он был его агент. Агент уже, вот скажите нам, как человек опытный, агент уже ничего не полагается по закону? Нет, в завещании ничего не полагается. А, то есть это то, что мимо замещания ему и так даст. Он просто настолько его доконал, что тот сказал, окей, я тебе оставлю что-то, как агенту. Как агенту это, получается, не материальная ценность, Роман? Можно сказать, материальная, но это все равно смешно и точно совершенно. Свои работы какие-то? Нет. Что-то связанное с его профессией опытом? Связанное с профессией агента 100%. Наверное. Настолько высмеял вообще. Своё имя, как своё имя в резюме его. Смотрите, они подписали договор, когда им было там по 20 с чем-то лет, и всю жизнь, чтобы... А договор... А, я всё понимаю. Этот получал какой-то процент. Расторжение договора. Нет. Не процент. Свободу от меня. Нет. Нет, 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 нет. Я всё хочу сказать, что в сотрудничестве с агентством всегда, при том, что он обещает ему работу, после того, как он её получает, то он получает свои проценты. Совершенно верно. Так вот, может быть, здесь что-то кроется? Да, кроется. Авторские? Валерий, вы близки. Нет, не авторские. Но вот близко что-то к доле какой-то. Валерий Гаркалин вот подошёл практически. Ну, как профессор. Знаете, и что бы вот всю жизнь, что бы ни делал этот Грауча Маркс, всю жизнь он что-то должен был платить всю свою, пока он был жив. Куда бы он ходил, всё, что было связано с его театральной или кинопрофессией, агент что-то получал. И когда он ещё имел наглость сказать, слушай, ты в завещании, дружили они всю жизнь, надо сказать. И подкалывали тоже всю жизнь друг друга. Да. Ну, так как проценты... Ну, не свободу получали. Нет, не свободу. Как проценты он получал, значит, может быть, он остался после смерти, получает ежегодный процент. Можно вы прямо вокруг да около. Вот прямо такой, знаете, такой процент. Да. Но всё равно всё, что связано с авторскими, это родственники получают, не агенты. Не забудьте, что это было два комика. Один стал комиком реальным, а второй не стал, но жил всю жизнь реально с ним. Поэтому это, конечно, смехом всё. Это была шутка, конечно. Конечно, это была шутка. Он сказал, ты получишь, даже после меня ты получишь как бы что-то. Всех моих женщин. Нет, их много было. У Груши Маркс было их много, но нет, они уже постарели к тому времени. Тебе придётся о них заботиться. Нет, а процент, процент, не забудьте, что мы говорим о проценте. Ой, процент, процент, чего же процент-то мог быть? Ну, процент, наверное, от наследства. Ну, близко, опять близко. Это же должно было быть ещё смешно. Да, да. Ну, видимо, может быть, проценты остались родственникам, а ему всё, всё основной часть. Нет. У нас просто, к сожалению, видимо, не такое потрясающее чувство юмора, как у Груши. И у нас не такой опыт в правах и в наследстве. Вот смотрите, всё, ещё раз, где бы, любую роль, которую играл Груша Маркс, он выплачивал процент своему, этому самому, агенту, который ничего не делал, сидел где-то и всё равно получал. Была смешная история, они же ещё раз были друзья и друг друга подкалывали всю жизнь. То есть любая роль, какую бы он не исполнил. Да, и перейти уже в роль покойника, он решил, что у вас осталась минута. Полный провал. Нет, очень близкий. Он не решил его процентов вообще. Вот Влад отвечает близко очень, Влад, молодец. Может быть, это что-то связано с какой-то церемонией после смерти, я не знаю. Да, 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 молодец, засчитываю. Браво. Угадала. Знаете, что он сказал? Похороны. Он сказал, нет, он сказал, послушай, ты меня так доконал со своими процентами, я тебе оставляю 10% могилы. Да, это очень хорошо. Да, его звали Альберт, и он всю жизнь получал 10%, потому что когда-то, сидя в каком-то кафушнике, они подписали это. Да, вначале он действительно очень хорошо работал, а потом, когда тот стал звездой, его приглашали везде, а контракт... Он уже автоматически получал, да. А контракт... Да, но это, конечно, мог так пошутить самый смешный человек. Да. У Влада хорошее время. Ну, хорошо. У Влада был вариант... Вариант был у Влада, он куда-то делся с похорон. Близко. С похорон, правда, тут немножко... Немножко рядом легла эта шапка. Рекламное время с трансляцией похорон, может быть. Да. Ну, давайте... Канал Культура... Не транслирует подобные вещи. Следующий вопрос. Вопрос второй. Александр Сергеевич Пушкин много лет подряд говорил одну и ту же фразу, шутливую. У нас что-то в шутки все пошло. Одну и ту же фразу, шутливую, которая потом стала светским анекдотом. Он говорил, да простит меня Бог и Фальконе. Почему он так говорил время? Фальконе. А что в переводе значит? Скульптор. Скульптор Фальконе, который... Ну, может быть, потому что ему придется его лепить потом после смерти. Кому? Пушкину? Нет, Пушкина. То есть он предполагал, что он будет когда-нибудь увековечен в виде многочисленных памятников. Фальконе, давайте... Первая подсказка. Фальконе это тот... Этье Морис Фальконе, это тот скульптор, который сделал по заказу Екатерины Второй памятник Петру на вздыбленном коне. Коне на этом камне. Совершенно верно, на этом камне знаменитом, который везли... Не помню, как он называется, его везли... Везли от черта откуда. Да, да, черт знает откуда. Поругался, на самом деле, с Екатериной из-за этого памятника, уехал из России. Он не хотел Петра лепить в... Делать, вернее, в... Лепить... Нет, делать, скорее, в римской там тоге. Отливать. Отливать, да, совершенно верно. Простите меня за это слово, но это так и называется. Да, да, отливать. Но сначала вообще-то лепить, так что мы оба... Да, потому что сначала надо было делать как-то... Конечно, потом отливать. А потом его отливать, да, да. В масштабе одиннадцатого. Ну, как этап. И вот Пушкин, улыбаясь, улыбаясь, говорил, да, прости меня Бога и Фальконе, это перешло в легкую светскую шутку. За что он извинялся перед великим Этиен Морисом? Ну, потому что, может быть, он для него тоже был возведен в ранг Бога? Ну, я думаю, что он делал ему памятник. При жизни? Нет, 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 нет. А может быть, Пушкин при жизни просто-то заказал себе памятник? Я памятник воздвиг себе не рукотворный. Он за что-то извинялся. Он за что-то извинялся. А за что? Да, за что? Может быть, он что-то на этом памятнике стихи какие-нибудь написал? Нет, он вообще написал по поводу памятника стихи. Нет, я имею в виду на самом памятнике извинился. Не, получил бы, я думаю, от местного полицейского. Если он что-то подходит, Пушкин, и пишет. Мне кажется, что, может быть, это имело отношение к каким-то личным характеристикам Фальконея? Может быть, он каким-нибудь был там педантом? Нет, это не то. Он же написал поэму, если помните. Да, «Медный всадник», да. А это как раз именно Петро. Тем более я не вижу взаимосвязи теперь. Да. Но мне кажется, что он знал, что его имя будет увековечено. Ну, «Медный всадник», надо сказать, был блистательный, конечно, и остается блистательной поэмой, которая очень быстро была напечатана, прошла все цензуры, разлетелась во всем, и как бы Петр Первый был увековечен не только памятником нашей памяти, но и Пушкиным, безусловно. А в каких ситуациях он произносил эту фразу? В творческих или в бытовых? Выясните, какое дело? Или в бытовых? Это была полушутка, и это очень быстро стало понятно, почему это полушутка, потому что памятник перестали, в общем, называть практически все, памятник Петру Первому, помните, «Благодарная Россия»? Да-да, «Медный всадник». Стали называть «Медный всадник», и по этому поводу он извинялся. Но вот за что именно он извинялся? У меня нет вариантов. Есть, есть, это на самом деле на поверхности. Видите, смотрите, да, начали называть «Медный всадник», что неправильно на самом деле, это подсказка. Потому что он неизменен. Правильно, фанфары. Мы оба выиграли. Молодцы, 2-0. Он бронзовый, конечно. Да, но слегка руки Айзан Сергеевича, в сознании всех людей, он остался как «Медный всадник». А когда Айзан Сергеевича спрашивали, а почему же «Медный», он говорит, «Бронзовый» не укладывался в ритму. В ритму, да. Ну, однако, 2-0, двинулись вперед. Вопрос третий. Ну, что-нибудь посерьезнее давайте сделаем. В 1939 году в Советском Союзе на экраны выходит фильм «Рома» через два «О». Помните, был такой режиссер «Рома»? Да, да, конечно. Да, который называется «Эскадрилья номер 5». Этот фильм был снят с проката через неделю. Почему? Время. Как назывался фильм? «Эскадрилья номер 5». В 1939 году, еще до войны. До войны, да. Хотя мировая война уже началась. Там, наверное, какие-то революционные были идеи, да? Не было эскадрильи, там летали. «Рома» через «Рома». Длинный, может быть, он был по хорнометражу? Нет, нет, нормальный фильм был. Ровно через неделю продержался и везде, изъят был полностью. А что там было в эскадрилье? Там были какие-то предстоящие даже военные действия с немцами. А это имеет отношение к содержанию фильма, причину снятия? Имеет отношение к содержанию фильма, безусловно. В 1939 сняли? В 1939 сняли. Все дело в том, что началась война в Испании. Ну, в Испании, ну и Польша там скоро должна была быть уже захвачена. Из-за исторической недостоверности какой-то? Нет, это фильм был, насколько я знаю, о летчиках, которые воюют с немцами. Хотя нашей войны еще не было, да, в Великой Отечественной 1941-го года. И, в общем, там все было политически выдержано. А может быть, на тот момент произошли какие-то события, которые изменили, уже сделали недостоверным. Правильной дорогой идете, товарищи. Недостоверным содержанием фильма. Ну вот что, да, вот слушайте, вы так хорошо начали говорить и куда-то в сторону. Произошли какие-то события. Потому что таких самолетов не было. Ну, подожди, началась Вторая мировая война. Она уже началась, да. Фильм вышел после начала войны? После сентября. Танечка Геворокена, вы понимаете, вот вы говорите, я уже несколько раз это думаю. Вы говорите, вот все хорошо, а потом раз как-то в сторону. Но у меня женская логика, поэтому вам это непонятно. Запутывайте Валерия Горкальна. Вы же вот как-то хорошо так начали. Действительно, события были какие-то в 1939 году, что фильм надо было снять. В 1939 году? Боже мой. Там было много событий. Началась Вторая мировая война. Да, правильно. Что там еще? Ну, она как-то считалась к нам малоотношениями. У нас война началась в 41-м в июне, а в феврале Молотов сказал, что надо быть сумасшедшим, чтобы считать, что Германия может напасть на Советский Союз. По-моему, так считалось буквально за два дня, даже до начала войны. Просто официально сказал. Выживание. Да, вот так вот. Ха-ха-ха. Но в 1939 году произошла одна штука интересная. А что в 1939 году? А, произошло? Произошло, произошло. Мировое российское событие? Вы знаете, я бы считал, что это, конечно, мировое, потому что... Кстати, этот фильм вышел еще до нападения на Польшу. Он вышел в начале 1939 года. И Россия еще не была. Нет, и Первая мировая война не началась еще, а фильм раз и сняли. Поляки были в фильме? Поляков не было. Там были самолеты советские, которые благополучно воевали с немецкими. Ну, воевали и воевали. Так, знаете, и фантазия такая была. А что дело в том, что, видимо, те самолеты, которые изображались в картине, они были сняты с производства? Может быть, нет. Или таких самолетов вообще не было? Нет, 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 нет. Ну, что-то такое... А может быть, наоборот появились какие-то другие самолеты? Нет. Не ищите в самолетах, там немножко по-другому все. Там как-то... Как-то по-другому все. А события, которые произошли, не связаны с тематографом? Вот Андрей правильно написал. Да, да, Андрюша, вы молодец. А с чем связаны эти события? Не с кино? Нет, не с кино. Вот кино... С политикой. С политикой, да. Кино связали... Вот у нас слушатель Андрей, или наш смотритель, я не знаю, он нас смотрит или слушает, он молодец, он правильно нашел ответ. А он очень точный. Неделю продержался, а потом бум-бам-бум. Но, правда, Рому ничего за это не сделали. Он не был виноват в том, что его фильм сняли. Пойди, знай. Жив остался, здоров, работал. То есть что-то он там все-таки такое... Нет, он ничего не сделал. Он сделал хороший фильм. Но вот в политике... Не своевременно. Да, в политике российской, советской тогда, что-то произошло такое, что фильм, в котором изображались битвы воздушные между эскадрильей, пятой нашей эскадрильей и там Люфт, как он называется, Вафеном, вот они были ни к чему неожиданными. В отношениях с немцами что-то произошло? Ну, 2-1, пока счет хороший. В 1939 году, ровно через неделю после того, как вышел этот фильм, был подписан... Акт о ненападении. О ненападении молодого рементропа. Боже мой, у меня у меня вертелось в голове вот это. Я знал. Да, 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 да. Все равно хорошо. Такие битвы. Пару слов о мерклама. Ну, так что, мы... Слушайте, вы знаете что? Я хотел вас пока спросить, пока у нас есть немножко время, а на чем вы сейчас работаете, Валерий? Сейчас? Да. Я сейчас... Пока я тут приступил к вам каверсный... к спектаклю своих учеников, которые будут эксплуатироваться ровно через год. А что это не секрет? Ну, я готовлю их к выпуску. Это Мрожек. Пьеса Вдовы. Так. Это сказка Русалочка. Мюзикл. Это мои дети, это будущие артисты мюзикла. И еще есть, ну, есть замечательное предложение от Володи Панкова. Он два дня назад провел контрольный урок, и кафедра утвердила эту работу как одну из дипломных. Это по пьесе Клавдиева. Тоже саунд-драма. Ну, приглашайте. Мы прервемся на мгновение, чтобы вернуться к Татьяне Геворкяне и Валерию Гаркалину, нашим уже, можно сказать, заслуженным мозгоем. Что-то непривычно запрашиваю. Не страшно? Нет. Интересно. Правда, интересно? Ну, знаете, у меня была... Я не хват... Я, действительно, я мелькнула мысль, а акт не нападения. Многие слушатели знают, они, что он может так проводить. Ну, почему? Потому что, действительно, такой битвы не должно было быть, потому что немцы подписали акт, а не нападение. Но даже это все равно историческая недостоверность какая-то. Ну, да, что такого фильма не может быть, потому что войны не было, как бы. Она случилась в 1941 году, но акт был подписан, и, значит, такой баталии быть не могло. Немцы не могли воевать. Ну, и потом решили, что политически неграмотно. Неправильно и неверно. Момент, да, когда прилетел этот фильм «Адбентроп», и в Кремле подписывают с Молотом выпускать фильм, где бьются там наши снятся. Удивительное дело. Политика удивительное дело. Правильно, что я и не занимаюсь. Я как-то к мюзиклам достаточно так спокойно отношусь почему-то. О, это настоящий мюзик. Ну, вот, да, какие-то лондонские постановки. Вот последний был «Элтон Анджона». А сейчас пятый будет, да? Просто подросток. Два день, четвертый. Не любого его называют. Билли Эллиот, что-то. Там два мальчика играют, подростки. Ну, и продолжай. Йога для мозгов. Ну, и продолжаем нашу «Йогу для мозгов». Напомню, что у нас в гостях Татьяна Геворкян, телеведущая телеканала «Культура», журналист Валерий Гаркалин, актер и профессор, преподаватель ГИТИСа. Счет 2-1 в их пользу. Настало время четвертого вопроса. Вопрос четвертый. Правильно, четвертый вопрос. Я вам сейчас прочту приказ. Вы попробуйте понять, о чем идет речь. Вот где он был издан. Ну, и когда. В городской управе обеспечить к Новому году дополнительное освещение улиц Эйхгорнштрассе, равноверштрассе и штрассе доктора Тодда. О чем идет речь? То есть, о каком городе идет речь? Ну, названия немецкие. Да. Опять немцы. Немцы покой нам не дают. Я думаю, что, может быть, это Кеннезберг? Нет. Обеспечить дополнительное освещение. Да, обеспечить. Мало там было освещения в этом городе. Решили побольше немножко. На Новый год. На Новый год. А это современный приказ или это прошлый век? Это прошлый век. Военное время? Военное время, да. Когда было мало освещений. Военное время, да. Может быть, это Берлин? Нет. Чтобы наши не бомбили. Чтобы наши не бомбили на Новый год. Чтобы наши бомбили как раз. Может быть, да. Во время войны точно? Во время войны. Чтобы русские не промахнулись. Это фальшивый приказ. Во время войны действительно дали свет. Мне просто название улиц очень заинтересовало. А вот еще можно... Эйх, давайте, Эйхгорнштрассе, Ровновэрштрассе и Штрассе доктора Тодента. Ровно, это что, это было подробно. А вы немецкий не знаете? Нет, я и английский не знаю. Английский тут бесполезно, сразу скажу. И с русским проблем. Да, ну... Так, Ровно, а Ровно имеет местечку? Нет, нет, не имеет, но я вам хочу сказать, что... На сегодняшний день, на сегодняшний день, это, конечно, другая страна, нежели чем Россия. Чем Германия? Швейцария? Нет, это не Россия. Ну и не Германия. И не Германия. А вот в чем дело, не Германия. Надо сейчас туда... Это не Германия. Сейчас это не Германия. И никогда не было Германии, на самом деле, подсказка. А вот улицы были, вот так вот были... Названы. А, то есть это дело происходило не в Германии. Нет. Ого. Но они все были штрассами. Они все были штрассами. И не в России. Я думал, что Киев Российенцберг, но это он, так сказать, был когда-то честью Германии. И не Швейцария. И не Швейцария. Тогда это Голландия. И не Голландия. Нет. Штрассы – это немецкое название. Да тебе я могу сказать. Может быть, это улицы, где живут немцы? Немцы там... Вы знаете, немцы там жили... Немецкая слабода. Да. Немцы там жили какое-то время, я вам скажу, недолго. И надо сказать, что названия немецкие, конечно, но немцы переименовали эти улицы. Эти улицы носили другие названия. И до, и после. Ну, тогда это могло происходить где-нибудь в Таллине. Александр Вахт. Вы имеете в виду оккупированная территория? Да, оккупированная. Правильно, оккупированная территория, да. Да, что ты веришь. Вы почти выиграли, сейчас почти засчитаю уже. Молодцы. Оккупированная территория. Какой город, можете сказать? Это... Ну, это Эстония все-таки? Нет. Нет. Это могла быть Рига. Это не Прибалтика. Не Прибалтика, это черт подрал. Оккупированная территория. Польша, Польша. Варшава? Нет. Это ближе к нам все-таки. Литва, Вильнюс. Нет. То есть это названия, которые вне немцев носили, были. Это названия, которые были вне немцев, да, абсолютно. Это были немецкие форумы. И на самом деле, многие в этой стране... Это не Прибалтика, но многие в этой стране воспринимали немцев хорошо. Они устали там от коммунистов. Любовь. Почти рядом. Молодец. Засчитываю, поехали. Киев. 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 Браво. Украина. И вы знаете, что это за удивительное дело? Сопротивление, после того, как Крещатик, который был назван Эйхгорнштрассе, а бульвар Шевченко, любимый, один из любимых, ну, центральные все улицы, был назван Ровнаверштрассе, а улица Кирова была переименована Штрассе доктора Тотта, то сопротивление увеличилось резко. Видите, украинцы, ну, украинцы, ну, нельзя сказать, что они были настроены совсем уж антинемецки, да, там много было чего сделано в Украине, да, в Украине. А тут, когда вдруг Крещатик, любимый, был переименован в Эйхгорнштрассе, то сопротивление, кстати, и подполье увеличилось намного. Немцы потом сами говорили, когда отошли из Киева, что это была тактическая, конечно, тактическая ошибка. А чье решение было переименовать? Как его, Геру Лейтера? Да, в том, что он был оккупирован. Он оккупирован, конечно, был. Ну, то есть это на время оккупации? Это было на время оккупации, и никакое освещение на этих улицах на Новый год не сгладило того омерзения, которое царило среди украинцев, когда им надо было говорить, пойдем погуляем по Эйхгорнштрассе в Новый год, да, вместо Крещатика. Да, это национальное оскорбление, конечно. Да. Ну, молодцы. Значит, 3-1, двинулись дальше. Вопрос пятый. Что-то в политику заносит. Ну, да ладно. Лев Давидович Троцкий, помните такого? Конечно. Его убийца, Рамон Меркадер, при аресте в 40-м году, он его убил в 40-м году, как все знают, ледорубом, во время ареста, его сразу арестовали, он на месте был схвачен, собственно, он не собирался никуда бежать. И в 1960-м году, 20 лет спустя, когда в Кремле ему вручали звезду Героя Советского Союза, сказал одну и ту же фразу, о которой он просто написал когда-то в своем дневнике давным-давно, и которая только совсем недавно стала известной, он сказал и при аресте, и при вручении, он сказал, это для тебя, мама. Что это значит? Время. Ну, может быть, мама просто стыдилась сына за то, что он так ледорубом воспользовался? Нет, он же был воспитан как герой в Советском Союзе. В Советском Союзе, ну, а потом уже, знаете, когда мамы уже не было, у нас сидел ему самый большой срок, который можно было дать на тот период времени в Мексике, не было смертной казни, ему дали 20 лет, она сидела 20 лет, потом был выслан из Мексики, приехал сюда, ему тут же вручили звание Героя, там, в конце концов, он скончался где-то на Круге, по-моему, если мне не изменить память. Ну, то есть он награду маме посвятил? Нет, убийство. И убийство, и награду. Странно, да? И убийство, и награду. Он сказал это вот в 60-х годах, да? И в 60-м, когда вручали орден, и в 40-м. А, он каждый раз... Два раза он сказал одну и ту же фразу. Может быть, совершая какие-то серьезные события в своей жизни, он всегда обращался? Ну, вот эти два, как бы одно совершило, на второе, в общем, ему вручили эту награду. А почему он так сказал? Вот именно, какая связь между мамой. Ну, так Оскар, когда вручают, тоже посвящают его родственникам, там, любимым. Ну, я вам скажу, что не все оскароносцы хреначат троцкого ледоруба. Я вам честно скажу. Вы знаете, везде свои ценности, в каждой избушке. Нет, нет, там было что-то другое. Там было что-то другое. Он что, был антисемитом? Он был еврей, вообще-то, ездит так рассуждать. Нет, он не был антисемитом. Что, в общем-то, одно другому не мешает. Да, это правда. Но, нет, маму любил, но... А мама имела хоть связь с Троцким? Вы знаете, мама имела опосредованную связь с Троцким. На самом деле, там история была такая, что он ухаживал за... Ему поручили ухаживать там за секретаршей. Он был красавец, конечно, да. Ухаживал нежно, довозил ее до офиса Троцкого. К нему все привыкли. Он делал Троцкому какие-то там предложения. А мама, она что-то делала для Троцкого? Мама ничего не делала для Троцкого. Но она сыграла большую роль в этой истории, да. Я так понимаю, что они были с мамой очень близки как-то. Да, да, конечно. Кто-то сын с мамой? Да. Я думал, что с Троцким он отомстил за мать. Он отомстил... Нет, нет. Это не мщение? Это не мщение. Но... Вы знаете, как ни странно, мама находилась недалеко от места преступления. Это для тебя, мама? Так, да, звучит для тебя? Угу. Странно, да. Может быть, мама коллекционировала орудия убийства? Интересная коллекция такая, знаете... Нет, она не коллекционировала. Но это связано с Советским Союзом. Это связано, безусловно, связано с Советским Союзом. Мало этого, мама в это время... Подсказку даю. Мама в это время находилась буквально на соседней улице, и не одна. А где-то, напомните, мне происходило? В Мексике. В Мексике. В 1940-й год. А мама была въездной в Россию? Я думаю, что да. Она была не одна? Она была не одна в это время. Она находилась на соседней улице и была не одна. Ну, она была... Ну, ведь это известно, что... А это имеет отношение к... Троцкизму. Точно, совершенно. Да. Вот это ключ к тому, что она была... Вот ключ ответа, который мы ищем, несмотря на то, что вы введете 3-1. Может быть, взяли в заложники маму, чтобы... Какая у нас Танюша, Танюша Геворкян, молодец. Ну, я читала детективы, смотрю кино. И потом на Ите я работаю. Да. Я знаю, как заставить человека сделать то, что он не хочет. Ой, как опасно. И вы работаете на канале культуры. Какой ужас. Как мне страшно стало. Что происходило? Смотрите, на соседней улице в машине находился шеф на тот период внешней разведки Советского Союза Эттингон. Эттингон находился в машине вместе с матерью Меркадера. И, как потом стало известно, в общем, она была практически заложена. Если бы он этого не сделал, она была бы убита. Да, она была бы убита, конечно. Или с ней что-то произошло, или ее украли, и так далее, и подобное. И когда его арестовали, он сказал, это для тебя, мама. Надо сказать, к чести Наумы Эттингона и шефа разведка, который блестяще организовал, конечно, это покушение, что маму благополучно с ней ничего не сделали. Это уже хорошо в 1940 году. И мама прожила практически безболезненно всю свою жизнь на территории сначала Мексики, а потом она эмигрировала во Францию. И во Франции скончалась, ну, конечно, после этого. И прошла там, в общем, тяжелые дни, оккупацию и так далее. Да, а сын получил героя. Сын отсидел 20 лет, получил героя, получил героя, и после этого эмигрировал на Кубу. Что же касается судьбы Наума Эттингона, то, конечно, то, что он был шефом внешней разведки СССР, он реализовал много всякого-всякого, но закончил он... Убийцей. Он убийцей был. Нет, ну что за идея взять в заложники маму? Разве это... Лично причем... Небогатое воображение. Шеф разведки Судоплатов и он, это два человека, которые вели внешнюю разведку того времени, и оба, в общем-то, пострадали потом. Эттингон и Судоплатов были оба арестованы. Нет, по-моему, Эттингон, по-моему, был расстрелян, а вот Судоплатов долго сидел в лубянской тюрьме и потом вышел. И написал, кстати, очень забавные, не забавные, можно сказать забавные, да, очень интересные воспоминания о своей деятельности второго человека во внешней разведке Советского Союза и все его вакушения, которые там он организовывал и так далее и подобное, и сдал это уже в наше время. Это где-то 92-й или 93-й год. И, в общем, эту штуку, которую я вам задал, я вытащил оттуда. Что же касается вручения этой самой звезды, героя Советского Союза, то она происходила в зловещей тишине. Никто об этом не знал и так же никто не знал, что Советский Союз приютил на какое-то время Рамона Меркаде и только после этого он сначала уехал, по-моему, в Германию, а потом в Испанию. Ну вот, спасибо, мы прервемся на несколько мгновений, чтобы вернуться еще раз к Татьяне Геваркану и Валерию Гарканину нашими, уже, можно сказать, замечательными мозгоёгами. Еще три минуты. Просто я хотел сказать, у меня два образования учился на актерском, потому что я постоянно читал пьесы, читал пьесы, каждый раз учился, я читал пьесы, все одни и те же. И я все прочел у Шекспира, кроме Леди Магбет. А у нас был педагог, она тоже требовала, чтобы мы читали пьесы и содержание, наверное, было рассказов, но в общем она подлавливана, она могла знать прекрасно и это с пересказа, и вот я действительно читал эту пьесу, она могла такие вопросы задавать. И она вдруг обнаружила, что я ни про чем эту пьесу, я все рассказал, а эту пьесу я ни про чем, но она не сделала и шла, этого не заметила. Она говорит, а вот как погибли герои этой пьесы? Я говорю, ну как? Я говорю, тебе это уже не имеет значения. Трупы, сцены просто усеяли, трупы у меня. Говорят, ну как, их зарезали, повесили, убили, что, как? Я вот так, вот, вращусь к своим сокурсиям, они там готовятся к экзаменам, и одна девушка мне показывает. И она показывает. Я понял, она показывает змею. И говорит, приползла змея. Иди читай, приползла змея. Ну это же, да, это старый трюк еще со школы, с разговором на тему произведения, которые не читали. Ну и у нас, ничего не хочу сказать против никаких народов, но у нас, значит, был таджик на курсе в Абгике, который сказал, преступление на Казанском вокзале. Преступление и наказание. Наказание. На Казанском вокзале. Но с нами Брест был с девочкой, которая была не глупая, она не читала «Прощай Гюль-Сарын» Историю лошади, как раз знаю Она говорит, ну, расскажите, умирают Гюль-Сарын И понятно И говорит старику, прощай, стащи Говорит старику У меня такая была потрясающая в школе учительница по литературе, что она настолько давала мощно программу всю школьную Я помню, что я в школе не читала «Преступление и наказание», но по ее урокам, многочисленным на базе «Преступление и наказание» я могла дискутировать часами Не читая вообще, не прочитав его Я экзамены сдавала Есть такой замечательный период поступления в ГИТИС, этап колоквами, собеседования Я очень люблю этот период, потому что, когда творческие туры, я не знаю, кого я беру Просто они скрываются за Ахматовыми, за цветами, за хорошей литературой И понять личность, кто, с кем ты будешь иметь дело А вот когда колоквами... Йога для мозгов Мы продолжим «Йога для мозгов» с Татьяной Геворкиной и Валерией Гаркариным У нас вопрос номер 6 звучит таким образом В 1742 году один из основателей США, дипломат и изобретатель Бенджамин Франклин Вы его знаете по портретам многочисленным Которые, я надеюсь, у вас... Мы часто их рассматриваем, да Так вот этот самый дядька Он, кроме того, что он, в общем, придумал будущее Соединенных Штатов Изобрел что-то такое, чем мы пользуемся до сих пор Что это время? Изобрел кто? Я что-то пропустила Франклин, Бенджамин Франклин Изобрел, он был изобретатель Изобрел такую одну, я сразу вам скажу, очень полезную в доме штуку Что-то для бытовой работы? Абсолютно верно Для уборки? Для уборки или для готовки? Нет, для готовки Для готовки Вам слово? Мне ближе, да, эта тема? Мало того, что он США, в общем, изобрел А, не терку ли? Нет, не терку Так он еще... И мало того, что он масон был Так он еще что-то изобрел для готовки А вот этот предмет, его ни в каких масонских символах не увлековечили? Нет, не участвует никаким образом Но пользуются все Проварка, нет? Нет Это чтобы готовить еду? Чтобы готовить еду Здоровая или нездоровая? Здоровая, иногда такая здоровая А, не микроволновую печь? Ну, нет, не печь Это будет гораздо позже Ну, вот если мы начнем перечислять, мы угадаем, там, духовка Ну, не духовка Ну, на кухне точно Вы знаете, мне, знаете, пока я не узнал, даже в голову не пришло, что такой человек с портрета, можно сказать, знакомого может изобрести Совершенно ни к чему, но вещь А история была следующая Он приглашал гостей И кухарки, которые готовили там на всяких огнях и так далее Гриль Ну, практически близко Газовую плиту Засчитаю, газовую нет Плита Кухонная плита, браво Значит, он сказал, слушайте, не занимайтесь ерундой Положите кусок металла и грейте это снизу И, соответственно, это прием был... Плита, как часть кухни Плита, как часть кухни была изобретена Бенджамином Франклином Вот, представьте, такая история Чему мы обязаны... Вот подумаете ли вы, когда заходите, кстати, счет 5-1 Думаю, браво, я вас поздравляю Думаете ли вы, когда заходите на кухню Что мало того, что портрет симпатичный Так еще и кухонная плита это его изобретение Да Совсем не минута Вот же всесторонне талантливый человек Да, молодец, да, правда Надо сказать, что изобрести он изобрел А вот в производстве никогда не наладил У него было, на самом деле, еще много всяких изобретений А патент был? США в то время были такой колониальной вообще страной С патентами там... Патенты были в Англии, поэтому отправляли куда-то туда Пока они приплыли, они начали с англичанами воевать вообще Поэтому там с патентами было не очень Но на самом деле ему действительно принадлежит масса изобретений Которые чтут до сих пор в Соединенных Штатах Мы об этом мало чего знаем Наверное, кстати, потому, что это не было запатентовано Слушайте, у вас на культуре будет передача когда-нибудь о Вашингтоне? Ой, это не ко мне вопрос А что вы такое готовите сверхъестественного? Расскажите Вы имеете в виду на культуре или дома на кухне? На культуре На культуре я готовлю новости культуры Ну и вот, всем большое спасибо Мы услышимся в следующее воскресенье С вами был Александр Бронинский И, конечно, заслуженные мозгоюги Татьяна Геворкян И Валерий Горкалин Спасибо, до скорого Спасибо большое До свидания До свидания Субтитры подогнал «Симон»